Я просто хочу показать вам саму форму мышления, потому что когда вы поймете форму мышления, вы поймете саму специфику еврейских миссий. То, что учил вас Буавка на прошлой неделе, он учил вас еврейской мысли, он учил вас воспринимать мир немножко по-другому. Мы воспринимаем, как греки, я же говорю, что мы учимся на права, получили диплом и пошли купили права, потому что ездить мы не умеем. Но мы должны делать по-другому. Мы учимся, мы вникаем в то, что мы учимся, и мы начинаем применять. То есть я учусь для жизни, а я не учусь для того, чтобы у меня выросли крылья, нимб, и я поднялся на пьедесталь. Знаете, если вас несут на руках, посмотрите по сторонам, может вас несут на кладбище. Хорошо, шутки кончились, идемте дальше. Итак, я хочу вам зачитать одно из речений. Его сказал раввин по имени Хешель, его фамилия Хешель. И, по-моему, Буавка Игорь упоминал об нем. Это раввин Англии, который говорит очень умные слова. И он сказал, истинная история – это когда события настоящего открывают смысл прошлого и дают нам надежду на будущее. История – встреча вечного и временного. Только изредка удается настоящему пролить свет на эту встречу. Но то, что было важно в прошлом, касается нас во все времена. И то, что сокрыто от глаз при рассмотрении вблизи, можно порой различить издалека. Еще раз прочитать. Еще раз. Истинная история – это когда события настоящего открывают смысл прошлого. То есть мы сегодня смотрим и мы видим то, что происходило. Я вам скажу такую мысль, что если бы дьявол знал, что произойдет после того, как Иисус будет распят и воскреснет, он бы сделал все возможное, чтобы распятие не состоялось. Но так как он прикован к земле, к нашему временному континниуму он не может, он может предугадывать. И поэтому он потерпел поражение. Истина, то есть события настоящего открывает смысл прошлого. Сегодня мы можем понять то, что происходило вчера. Иосиф попал в колодец, но в будущем он стал правителем Египта, и весь мир был спасен, и Израиль сохранился. И дают нам надежду на будущее. История встречи вечного и временного. То есть то, что было, и то, что будет. Мы живем, понимаете, интересный такой философский момент. Мы живем, как в песне, встреча вечного и временного. Мы живем в миге между будущим и прошлым. Каждый миг будущего уже прошлое. Мы живем в настоящем. Мы не можем перейти вперед или назад. Но мы можем сейчас, глядя на прошлое, изменить будущее. Понимаете? То есть покаяние. Я каюсь, и мое будущее уже не в аду. Почему? Потому что я вижу. Понимаете? Дальше. Только изредка удается настоящему пролить свет на эту встречу. Но то, что было важно в прошлом, касается нас во все времена. И то, что сокрыто от глаза при рассмотрении вблизи, можно вполне различить издалека. Помните ковер. Вблизко мы видим фрагменты, кусочки. Мы видим какие-то яркие пестрые картинки. Но отойдя чуть-чуть подальше, мы видим всю картину в целостности. Итак. История мессианских евреев. Вообще на протяжении от первоапостольской церкви, как мы ее называем, да, еврейской общины в Иерусалиме до наших дней, говорит о том, что вот современные мессианские общины, да, которые, например, Орхомашех, врата Сиона, надежда Израиля, это не просто какая-то духовная аномалия, знаете, вот так, ниоткуда взяли и появились. Вчера не было, а сегодня не, оп, здрасте, мы к вам приехали на час, а теперь любите нас. Ну, это не теологическая ошибка. Знаете, вот ошибочка такая вышла случайно. И не историческая закономерность. Помните, мы говорили, что история, она имеет свои закономерности. Итак, евреи, верующие в Христа, в Мессию Иешуа, были две тысячи лет назад. Они есть сегодня, и они будут завтра, до тех времен, пока придет Машех. И самое интересное, что они вносили как тогда, так и сегодня важный, очень важный момент в историю церкви и в историю цивилизации человечества. Потому что самый главный, знаете, момент, когда произойдет? Когда Израиль выйдет вместе и скажет, что благословен грядущий во имя Господне. И тогда написано, что небеса, они отпустят Господа. И он грядет на облаках славы. Так написано. И все, написано, узрят его. Я не буду спорить с нашим предыдущим учителем, который учил нас апокалипсису. У каждого из нас есть свои понимания этих вещей. Но я вам хочу сказать, когда Иисус будет идти по облакам, его увидят все. Когда он будет идти, но прежде чем, чтобы это произошло, Израиль должен сказать вот это. Бару хаба бешем адунай. И самое интересное в другом. Они не могут это сказать, не уверовав в Машеха. То есть, как когда-то церковь начиналась в Иерусалиме и ушла туда. Все вернется в Иерусалим. Потому что это произойдет на Масленичной горе. Машех придет на Масленичную гору. Написано, расколется на две части. Помните, да? Вот такая история. Хорошо. Итак, мы уже говорили с вами, что это, скажем, мое, наверное, разбитие истории мессианского движения на две части. Ранний дождь и поздний дождь. Хотя уже, оказывается, это не я придумал. Я нашел этот термин. Оказалось, что я один из многих. Ранний дождь – это то, что было, скажем, до 1949 года. А поздний дождь – это то, что сейчас происходит. То есть, с момента прихода Ишуа до сегодня – это ранний дождь. Но до 1949 года – это ранний дождь. А с 1948 по сегодняшний день – это уже поздний дождь. И мы будем немножко касаться и раннего дождя, и позднего дождя. То есть, что такое еще раз я объясню, чтобы, может, я просто делю условно историю мессианского движения, мессианских миссий на две части. История раннего дождя и история позднего дождя. И они имеют определенные цифры. Первое – от образования мессианской общины в Иерусалиме после воскресения Господа Ишуа до 1948 года возникновения государства Израиль. И следующая дада – с 1949 года по наши дни. То есть, продолжается уже и движение позднего дождя. То есть, это уже более современные общины. Это уже мы, которые тоже, кстати, являемся. Кстати, вот наш институт тоже является результатом миссии. Потому что в церкви были церкви, в которых были люди, которых Бог побудил. И они начали проводить служение. И они открыли этот институт. Понимаете? То есть, это была их миссия. И мы как бы состоялись как институт. Хорошо. И движение раннего дождя – это в основном работа миссий и отдельных личностей. То есть, мы будем касаться их биографии. Я вам говорил, что иногда биография – это история. То есть, история состоит из коротких биографий. Хорошо. Время у меня не так много осталось сейчас. Но мы пойдем дальше. И я хочу, чтобы мы еще определились с одним очень важным моментом. Мы должны понять исторический контекст, который происходит в понятии еврейских миссий. Как мы помним, церковь началась какой? Апостольская церковь. Правильно, апостольский период. Еврейская церковь. Еврейская община, состоящая из евреев. Чуть-чуть прошло время. Ну, лет 30-40. Кто-то говорит и 50. Я вам скажу, я знаю разные цифры. Понимаете, самое интересное, что каждый историк христианский, он приводит свои цифры. И он аргументирует их своими моментами. Ну, как бы, своими авторитетами. Я вам хочу сказать, что приблизительно 30 лет прошло с тех пор, как первый язычник покаялся. 30 лет где-то с момента, как Ишуа воскрес. Говорят так. Потому что мы забываем, что мы читаем Писание и забываем, что между И и... Помните, как написано, что Ишуа говорит, что ученикам апостолам, он им говорит, и они, оставив все, пошли за ним. Но если посмотреть, внимательно прочитав, посчитать, то между, сразу оставив все, проходило какое-то определенное время. То есть не было так, что он встал и пошел. Были какие-то временные отрезки. Хорошо. И нам очень важно посмотреть на исторический контекст и посмотреть, что же происходило внутри церкви по отношению к еврейскому вопросу. Если изначально все было понятно, вначале евреи решали, могут ли не евреи, приняв еврейского мессию, войти в еврейскую церковь и оставаться при этом не евреями. Помните, да, первый Иерусалимский собор. То в дальнейшем, со временем, церковь, когда уже при Константине, когда пришел Константин к власти, император Константин, 325 год, первый Никейский собор. И вы помните, да, какие важные вопросы там решались. То есть это арианская ересь, ну, свидетели Иеговы, это сегодня арианская ересь. Это Иисус, Он сотворенный, Он не Бог, Он просто человек, Он просто духовное существо, которого сотворил Бог. И второй момент, это пасхальное противоречие. То есть одна часть церкви праздновала Пасху по еврейской традиции, а вторая уже начала праздновать по римской. То есть западная церковь, которую переместили во времени, они привязали ее не к еврейскому календарю, а к юлианскому календарю. И этот день выпадал, вы помните, на день самостояния, то есть языческого божества. Итак, и мы уже смотрим, что там уже происходит немножко изменение отношения к евреям, и евреи уже начали, знаете, как лисичка в избушке. Зайчик ее в гости пустил, а потом зайчика попросили на кислород. Живи на улице. Так же самое получилось здесь, к сожалению. И если мы коснемся вообще вопроса, еврейского вопроса, ну, скажем, тех времен, которых нас интересуют, с которых я буду стартовать, это 1700-е года, то существовало три основные, это будет в тесте, три основные точки мнения внутри церкви. Первое. Евреи откреклись от Христа и лишены благодати. Ну, да, ну, вообще-то церкви, ну, как бы еврейского вопроса, который можно выразить, как церковь относилась к евреям, можно в трех таких основных пунктах выразить. Еврейский вопрос, внутри церкви еврейский вопрос можно выразить в трех основных пунктах. То есть имелась в виду церковь как совокупность всех конфессий, то есть независимо католики, православные, да. Потому что вы помните, да, вначале была кафолическая церковь, единая церковь, в 1100 году произошел великий раскол на православие и католицизм. Потом мы вспоминаем реформацию внутри католицизма и опять же произошло разделение. То есть вы помните, да. Итак, первое. Евреи откреклись от Христа и лишены благодати. Они проклятый народ. И вы помните, и святой Апустин сказал, что евреи, они остались живы только для того, чтобы свидетельствовать всему миру о том, как, ну, о том, что будет с теми людьми, кто предаст Христа. То есть вот они как, вот они существуют для того, чтобы все видели, что будут с теми, кто откажется от Христа. То есть евреи откреклись от Христа. Второй момент. Еврей, принявший Христа, перестает быть евреем. То есть еврей мог принять, стать христианином, но при этом он переставал быть евреем. Потому что быть евреем существует, мы говорили об антропологии, да. У каждого народа существуют определенные обычаи, у каждого народа существуют определенные традиции. И, например, моя принадлежность к определенному народу, она зависит от того, в какой семье я родился и в какой культуре я воспитан. Например, если я родился в семье грузин, я воспитан в горах Грузии, то, простите меня, я буду кушать мацони, я буду кушать хинкали, я буду качапури. Но если я родился на Украине, я буду кушать вареники, я буду ест и сало, я буду борщ. Понимаете меня, да? Но скачапури, если грузин сюда приедет. Хорошо. Но в то время еврей, принявший Христа, перестает быть евреем. То есть еврей, который принимал Христа, он должен был отказаться от своего наследия, от своей культуры. И даже было такое исповедание, ну, когда еврей принимал Христа, было даже такое, не как молитва, а исповедание. И он говорил, я отрекаюсь от всех еврейских традиций и обычаев, от всех праздников и новолуния и новомесячей. Я отрекаюсь от праотцов и там тэ-тэ-тэн-тэн. Я проклинаю там та-та-та-та. И говорилось-говорилось там, я принимаю святую веру Христа. Аминь. И за ними, кстати, первая инквизиция, она была создана не для того, чтобы гонять инакомыслящих и ведьм, а для того, чтобы следить за такими новообращенными, не являются ли они тайными евреями. Вот такая история. Ну, вроде бы да. И третий, и третий, очень интересный момент. Время спасения евреев еще не настало. Сейчас время язычников. И кто помнит, на каком месте Писание это основывается? Правильно. Римлянам 11 глава. Ибо я не хочу оставить вас, братья, и в неведении от Анисей, что за разрешение произошло, и в Израиле до времени, отчасти, покуда не войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Помните, да? Ну, это другое место Писания, мы его не будем касаться, и оно неправильно, опять же, у нас оно переведено, и имеет совсем другой смысл. Но самый интересный другой момент. Внутри еврейского общества существовало тоже определенное мнение касательно евреев, которые становились христианами. Еврей, ставший христианином, перестает быть евреем и отыргается от общества Израиля. Был такой обряд, назывался «не дуй», зажигалась черная свеча похоронная, все садились на пол, «не дуй», «не дуй». Все плакали, обрезали край одежды, справляли семидневный траур, ну, в общем, целая история. И отец говорил, более нету сына или дочери моей, ибо она умерла, а тот, кто живой, то не он, а самозванец. Все. И вот представьте себе то время, как было бедному еврею. Евреи, принявшие Христа, и свои не принимают, вроде бы уже свои христиане, и свои евреи гонят, как бы между молотом и наковальней. Помните? Больно. И поэтому, но я хочу вам сказать очень интересный момент, что, ну, я уже не успею, я начну со следующего урока об этом. Я тогда немножко поговорим об этом, о миссиологии. Но самое интересное, что всегда, во все времена истории церкви были евреи, верующие в Христа. И это были искренние люди, это были искренние мужи и жены, которые платили цену, и которые изменяли историю христианства. Потому что тот же Франциск Оссийский стал, ну, вошел на свой путь благодаря человеку, который подарил ему Евангелие на родном языке. Были такие люди, их называли, дай Бог памяти. Было такое течение в итальянских и французских Альпах, там, где Швейцария. И они сделали, они что, они приняли решение для себя, что они будут проповедовать Евангелие. И они ходили от селения к селению, и они проповедовали Евангелие на понятном языке. То есть, понимаете, что Евангелие тогда можно было проповедовать каким образом? В католической церкви на латыни, в православной церкви на старославянском, в других церквях, в сирийской, например, церкви, в сирийской, по-моему, и коптской, они читали на родных языках, это было большое различие. В армянском читали на армянском, но идея в том, что в основном Евангелие читалось на языке, который основная масса людей не понимала. Потому что, чтобы выучить латинский, надо было идти в монастырь, становиться монахом, или иметь какого-то учителя, который стоил басословные деньги по тем временам. Понимаете саму идею, да? И идея в том, что одним из людей, который начал это движение, это был еврей, который уверовал во Христа, и который перевел эту, ну, вы помните, да, было два перевода. Была вульгата, это латинский перевод, и был перевод 70, да, который был на греческом языке. И вот он перевел с вульгаты на итальянский язык Евангелие. Даже не Евангелие, а Деяние апостолов. И вот эта книжечка, фрагмент Деяния апостолов попала Франциско-Оссийскому. И прочитав его, в его жизни произошел переворот. То есть то, что мы говорили по-украински, по-польски это будет наворот, по-украински это будет поворот, по-вари, ну, на еврей это будет шуа, покаяние. То есть человек изменился, он обратился, он увидел, что то, что он делал раньше, не является тем, что видит Бог. И его желание сердца стало служить и нести живого Бога другим людям. И произошло это благодаря тому, что один еврей уверовал и сделал какой-то шаг. Понимаете? И вот посмотрите, кажется, непонятный еврей, неизвестный, и Франциско-Оссийский, но как тесно были сплетены их связи. И потом в дальнейшем мы говорили уже о епископе Китая, да, который открыл двери в Китае и в Японию. Мы говорили уже о Соломоне, ну, да, который был, Павел его называли Бразилии. И таких Павлов было великое множество. Но не все были положительные. Тарквикомада, который являлся главой испанской эквизиции, тоже был крещеный, ну, еврей испанский. Ну, чтобы вы понимали. Ну, сама идея в чем? Идея миссии, идея миссии, она раскрывалась потом постепенно. То есть были неевреи в церквях, которые начинали читать Библию, которые начинали изучать Писание. И в свете изучения Писания, они вдруг начинали осознавать то, что Бог не оставил еврейский народ. И вот это, что евреи отрицают Христа, что они перестают быть евреями, что еще не пришло время, отходило на задний план, потому что приходило слово живого Бога. И они начинали читать. «Не хочу оставить из братья неведения о тайне сей». Или там «Моя молитва об Израиле во спасении, ибо я хотел сам быть отлученым от Христа за братьев моих». То есть, когда они начинали читать вот эти вещи, с ними происходил вот этот поворот. И они начинали видеть то, чего они не видели раньше. Вот заметьте, любое движение, которое обращалось к Писанию, к Библии, с ним что-то происходило. Начинали восстанавливаться библейские изначальные формы. Например, дары Духа Святого, как мы любим говорить. Сила Духа Святого начинала изливаться. Почему? Потому что люди оставляли человеческое в сторону, брали Божье, вникали в него и начинали видеть Божьими глазами. Это очень важно. И поэтому те стихи, которые мы вам задаем, это не для того, чтобы вас помучать. Это для того, чтобы вы начали видеть другими глазами. Для того, чтобы слово, попав в вас, начинало растворяться. И эти Божьи истины начинали действовать. Но вы помните, мы говорили, что не просто изучение. Я изучаю, я вникаю и начинаю применять в жизнь. Вот что важно. Не просто я знаю ради знаний. Я знаю, потому что я самый умный, сейчас я вам порасскажу. В 1764 году, вы знаете, что было в 1764 году? Я сам не знаю, но я знаю. Это глупости. Знания нужны для того, чтобы приносить плод. Я знаю Господа не потому, что это мне нужно, ну как бы, знаете, чтобы возвыситься. Я знаю Господа. Я познаю Его, чтобы Его реальность приходила в этот мир. Чтобы люди, которые вокруг меня изменялись. Да, мы люди. Да, мы можем ошибаться. Но очень важно, если мы идем за нашим Господом, если мы познали Его, как Он познал нас, мы не можем быть равнодушными. Мы начинаем миссию. Итак, помните, с чего мы начинали? Ибо так возлюбил Бог мир. Что Он отдал Сына. Не мы Его получили, не мы Его заставили прийти. Это был дар Божий. Для чего? Чтобы падшее человечество, сделавшее свой выбор, вернулось к Отцу. Чтобы все мироздание, которое было разрушено дьяволом, изменилось, пришло к тому понимание, какое оно было. Вот что важно. И это одно из миссиологии. Вступление в миссиологию. Наша миссия. Транссире бене факи эндо. Идти вперед, творя добро. Творить Божьи дела, веруя в Того, Кто послал нас. Перерыв. Творить Божьи. Творить Божьи. Творить Божьи. Творить Божьи. Творить Божьи. Продолжение следует...